Девятого мая сотни омских студентов пришли к стелле героев на Бульвар Победы, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. Также в этот день завершился патриотический марафон Победы в молодость весна, в котором приняли участие 19 команд из омских вузов и СУЗов. Это такой праздник со слезами на глазах, действительно, потому что в этот праздник многое вспоминаешь, многое переосмысливаешь, многие ценности современной жизни кажутся такой мелочью по сравнению с тем, что свершилось много-много лет назад. Многие ветераны говорят о том, что война и военное время, оно как-то закалило поколение. И вот такие праздники, которые мы делаем, и эти фестивали, вот этот наш Победа в молодость весна, я считаю, это очень здорово, очень правильно, потому что, ну, другими какими-то вещами мы не пробудем в наших детях, в молодежи то чувство патриотизма, которое присуще, допустим, нашему поколению. В рамках патриотического марафона Победа в молодость весна студенты соревновались в красноречии и меткости физической подготовке. Это были этапы дебаты, военно-тактическая игра «Лазертак», соревнования по пулевой стрельбе и военно-полевой выход. Финальный, пятый этап марафона 9 мая начался с торжественного шествия молодых патриотов. Ребята несли флаги и знамена и пели военные песни. А сразу после этого, уже в седьмой раз, заполнили звезду героя красными гвоздиками. Каждое учебное заведение представляли десятки студентов. Пришли почтить память победителей не только участники марафона Победа в молодость весна, но и просто студенты, курсанты и школьники. Это было потрясающе. Никогда не доводилось в этом участвовать. Я участвую впервые. Море эмоций. Самое ценное – это то, что мы все собрались и почтили память великой Победы и великого народа. Каждый год принимаем в этом участие. Для нас это как дань памяти от тех, кто и кого сегодня нет с нами, кто боролся за нашу родину. И сегодня мы принимали также участие в Бессмертном полку и весь день как бы на ногах. И нам от этого даже не тяжело, а нам приятно. Мне акция со следой нравится. Как и Бессмертный полк, как и парад. В честь 9 мая. А чем нравится? Что ты чувствуешь, когда вот за этим наблюдаешь? Не знаю. Какую-то силу людей, сырьков, воин, ветеранов, которые… От них идет какая-то энергетика сильная. Если бы не они, у меня не было бы здесь. Ну, главным итогом, наверное, все-таки это память. Это память о наших дедах и прадедах, которые завоевали для нас эту победу. Не зря подведение итогов у нас проходит 9 мая. И, собственно говоря, все мероприятия приурочены именно к 9 мая. Акция «Звезда героя» завершилась торжественным награждением победителей марафона «Победа. Молодость. Весна». И лидерами среди СУЗов стала команда колледжа Омского государственного медицинского университета. Когда мы выезжаем на каждое мероприятие, это настолько волнительно. И то, что проходит сейчас здесь, 9 мая, это потрясающе. Чувствуешь единство со своей страной, со своим народом, со всеми нами. Среди ВУЗов главный приз заслужили студенты Омской юридической академии. Это было весело, интересно и очень сложно, я бы сказал. Какой из этапов вам запомнился и, ну, как-то, не знаю, может быть, что-то оставил? Четвертый этап, когда мы были в военно-танковом училище, и у нас были, получается, физические нагрузки, бег, подтягивания. Это больше всего мне понравилось, потому что мы взблизились здесь, скажем так, с теми, кто там был. Мы выбирали свои решения, тут люди остались на грех, не волны, и в возрасте не охраны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!